Для жителей Красноармейского района сегодня день открытий. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев вместе с жителями участвовал в открытии новой дороги переходного типа, а еще здесь построили коровник и зернохранилище. Для жителей деревни Ихрыкосы новая дорога – настоящее спасение. Раньше, чтобы добраться до деревни, машину приходилось оставлять у фермы, а потом несколько километров идти пешком. А теперь и в город съездить, и пригласить гостей можно в любую погоду. Мы, конечно, очень рады. Спасибо, кто участвовал в этой трудной работе. Всем здоровья, чтобы расцветала наша деревня теперь. Надеемся на это. Молодежь, думаем, останется в деревне. В республике действует программа благоустройства сельских поселений. Мы по факту, если в сравнении посмотреть с другими регионами и оценить ситуацию, числе лучших регионов Российской Федерации находимся по благоустройству населенных пунктов, по проведению и строительству современных дорог к этим населенным пунктам. Новый коровник на 200 голов построили в деревне Яманаки. Сельскохозяйственное предприятие «Красная Сормова» активно развивается. Возникает необходимость в новых помещениях. Руководитель агрофирмы «Таебинка» урожаем этого года доволен. Несмотря на дождливую и холодную погоду, зерновые и зернобобовые уродились. А благодаря новому зернохранилищу урожай сохранится до следующего года. Три жительницы Красноармейского района удостоились звания ветерана труда. Среди них Людмила Богданова. Ее трудовой стаж составляет 37,5 лет. Главное, считает Людмила Михайловна, найти свое место в жизни. Стараться надо работать. Как школа закончила, я начала работать. Мы даже в школьные годы работали. Уже с третьего класса мы выходили на работу. В колхозе работали.